Вот такой интересный маленький домик. Это одна из страничек моей развивающей книжки. Но решила показать вам ее отдельной строкой, потому что, ну, уж очень она нравится моей малышке. В чем идея? Идея в том, что здесь мы будем учиться расстегивать и застегивать разные элементы. Вот, например, здесь мы расстегиваем окошко на кнопочки. И за окошком у нас спрятался котенок. Естественно, котенок на липучке. То есть этого котенка мы можем взять и поменять местами с другим животным, а можем даже на другой этаж переселить. Здесь тоже для закрепления кнопочка. Мишка. Дальше мы будем учиться расстегивать пуговички. На пуговичке у нас следующее окошко, и в нем живет сова. Дальше вот эта пуговичка уже гладенькая, да? Вот это была такая текстурная, это гладенькая пуговичка. Ее так приятно трогать. И она у нас расстегивается очень легко. Одной рукой я практически расстегиваю. Там живет мышка. То есть у нас есть 4 окошка, за которым спрятались животные. Все их можно отклеивать и менять местами. Малышу очень нравится менять их. Сову сегодня на первый этаж, а Мишка завтра пойдет дружить с котиком. Также у нас есть божья коровка. Божья коровка это пуговичка. Она сидит на цветочке, на самой крыше у нас вырос цветочек. Такой интересный, такой мягкий. Его тоже можно расстегивать и пристегивать на божью коровку. Здесь можно учить вообще животных, да? То есть смотрите, котик, сова, медведь, мышка, божья коровка, бабочка. Ну, тут еще у нас есть один котенок маленький. Ну и если уж мы говорим о слове учить, то стишки всегда интересны малышам. Здесь я написала маленький, причем он тоже со смыслом. Он подходит сюда и с помощью него можно учить геометрические фигуры, потому что наш домик состоит из квадратов, треугольника и нам это тоже очень важно. А пуговички у нас, кстати, круглые. Вот мы здесь учим три геометрические фигуры. Вот квадратик, треугольник, получился целый домик. Мы туда кота поселим, вот ему будет веселье. Вот такая у нас игрушка.